Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга и в этом видео мы с вами посмотрим 10 новых оттенков высокопигментированных выкручивающихся карандашей для губ The One и подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть сводча новинок Ари Плейм в сторис прямо со съемок Поехали! Карандаши для губ The One 0,28 грамма, высокопигментированные и стойкие У карандаша кремовая формула, которая обогащена гиалуроновой кислотой И благодаря этому грифель легко скользит по коже и делает губы идеально очерченными Каждый карандаш выкручивается и закручивается обратно и маркирован цветом карандаша То есть вы в стаканчике или в косметичке всегда можете определить, какой оттенок вам взять 47 нюд, 48 карамельный, 49 пыльная роза, 50 розовый, 51 малиновый, 52 оранжевый, 53 красный, 54 винный, 55 сливовый и 56 шоколадный 41 147 нюд, по-английски грациозный нюд И мне кажется, что этот оттенок, он не совсем нюд, у него очень сильный розовый подтон Посмотрите, насколько он розовый В моем представлении нюд это что-то более бежевое Но бежевый карандаш здесь тоже есть, давайте посмотрим дальше Следующий оттенок 41 148 карамельный И посмотрите, вот этот оттенок действительно бежевый И вот это именно тот нюд, к которому мы привыкли Который в природе встречается чаще всего Давайте посмотрим в сравнении вот с нюдом, как выглядит карамель Вот это действительно карандаш для нюдовых, светло-бежевых помад Следующий оттенок 41 149 Это у нас пыльная роза Мягкий или сочный, розоватый, лиловый в переводе с английского И даже в карандаше я вижу, что эта пыльная роза достаточно сочная Обычно пыльные розы, они дымчатые, приглушенные очень А эта пыльная роза, да, это холодный оттенок карандаша Но посмотрите, насколько он яркий Мне кажется, что это очень яркий оттенок И действительно высоко пигментированный карандаш Следующий оттенок 41 150 Это оттенок розовый И мне кажется, что это очень ярко-розовый, прямо фуксия Хотя в переводе с английского это нежная роза Давайте посмотрим, насколько роза отличается от пыльной розы Вот, да, вы видите, что в сравнении с пыльной розой Обычная роза, гораздо ярче И эта сразу стала выглядеть более припыленной Давайте посмотрим малиновый 41 151 это малиновый А в переводе с английского абсолютный розовый И вот в каталоге вы видите, что картинка более светлая, более розовая А здесь это настоящая фуксия Это действительно абсолютный розовый Для розового, мне кажется, он темноват И название малиновый подходит к этому оттенку как нельзя лучше Вот такой малиновый На мой взгляд, сам тон очень похож на предыдущий розовый Но он просто ярче Просто он темнее А сам оттенок очень похож 41 152 оранжевый Отличные русские названия Все понятно В переводе с английского оранжевый закат Это для любителей коралловых и морковных помад Давайте посмотрим, как этот оттенок ляжет на кожу Скользит действительно очень гладко И посмотрите, какая пигментация Прорисовывает сразу же Вот такой вот действительно оранжевый 41 153 красный или красный ковер Если вы знаете какие-то другие переводы английских названий И лучше владеть английским, чем я Пишите их, пожалуйста, в комментариях Но красный и есть красный И хочу отметить, что в линейке Представлены все самые основные оттенки цветов Для помад Вот прям красный, оранжевый, малиновый, розовый, пыльная роза Вот на любой вкус можете подобрать себе карандаш Давайте посмотрим, как красный ляжет Это для голливудских красных помад Сочный, насыщенный, красный Не алый Вот для маковых, алых помад Вот для таких помад пионерского галстука Лучше вот предыдущий брать, оранжевый А если у вас более томный, более сочный Более темный красный оттенок То берите вот этот красный И он точно подойдет 41 154 винный Или гладкий бордовый Винный тоже темнее, чем оттенок карандаша в каталоге Это как раз для помад вишневых, виноградных Он будет чуть-чуть светлее Вообще линейка карандашей более направлена на красные оттенки На красные, розовые, на такие сочные и летние Хотелось бы вот мне лично больше разнообразия вот в этих нюдовых оттенках Потому что здесь тоже есть много разных полутонов Конечно, представлены все основные цвета Но было бы здорово, если бы разнообразили вот бежевую, коричневую палитру тоже 41 155 сливовый или сливовое изобилие Это как раз для темных помад Темно-виноградных, темно-сливовых Эти помады все еще в тренде Несколько лет назад вошли в моду И сейчас все еще, видите, есть и карандаши И оттенок такой помады есть в каждой линейке Вы видите, этот оттенок более вишневый А этот оттенок более насыщенный С фиолетовым подтоном Ну и последний оттенок 41 156 шоколадный или дерзкий коричневый Это для любителей темно-коричневых помад Такие тоже любители есть Я вот присматриваю карандашик себе для помады Какао, мои любимые помады мусс И возможно, если контур будет чуть темнее То вот этот последний карандаш подойдет Что я могу отметить по поводу вот этой линейки карандашей Не выкручивайте сильно карандаши Потому что у меня при выкрученном грифеле Вот так карандаш уже обламывается Поэтому будьте аккуратными Текстура действительно достаточно мягкая Она действительно кремовая У карандашей стойкость высокая Но если вы красите этим карандашом губы Закрашивайте полностью губы Используйте как помаду Он все равно не является стойкой помадой Я пользовалась, зашла в кафе И у меня съелось все кроме контура Поэтому я думаю, что предназначение этих карандашей Именно быть контуром Давайте проверим, насколько эти карандаши стойкие Сначала я сотру их просто пальцем Попробую стереть И вы видите, что у меня очень сильное нажатие Но в принципе Сам рисунок остается на месте Да, немного есть такое размазывание Но учитывая, сколько здесь карандашей Я считаю, что это очень хорошая стойкость И давайте попробуем стереть мицелляркой Беру ватный диск с мощной мицеллярной водой Чуть-чуть прижимаю Чтобы она начала действовать И вот Вы видите, что мицеллярка стирает лучше Но все равно остаются карандаши очень стойкими Так как я уже снимала в сторис И стирала эти карандаши Могу сказать, что после мицеллярки Тинта не остается Несмотря на то, что стойкость высокая Удаляется сложно Но после удаления тинта нет То есть этот карандаш не въедается в кожу Не окрашивает ее Широкая палитра стойких кремовых карандашей С гиауроновой кислотой Под любую вашу помаду Какие из оттенков понравились вам больше всего Делитесь со мной в комментариях Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал Чтобы смотреть новинки Алиплей вместе со мной И нажимайте на колокольчик Чтобы смотреть наши видео самыми первыми Пока-пока!